В очередном выпуске программы «Смотрите, кто пришел» вместе с заместителем главного врача по медицинской части, руководителем терапевтического направления университетской клиники КФУ Эммой Мухамедшиной обсудили самые важные вопросы о COVID-19. По официальным статистическим данным, Россия вышла на рекордный уровень смертности от коронавирусной инфекции. За последние сутки было зафиксировано 852 случая по числу смертей. Все говорят о четвертой волне коронавируса. Так будет ли она обширней предыдущей и какие прогнозы ставят врачи университет клиники Казанского университета? На сегодняшний день, к сожалению, надо признать, что действительно, это уже констатация факта, что идет рост заболевания по новой коронавирусной инфекции. Говорить о том, какая это волна третья, четвертая, это все, конечно, условно. У кого-то она третья, у кого-то четвертая, у кого-то, может быть, пятая. В каждом регионе есть свои пики, но на сегодня, конечно, пик четко связан с сезонностью, потому что это сезон ОРВИ. Также врач напомнила о мерах профилактики. К сожалению, наше население расслабилось и забыло соблюдение эпидемиологических правил касательно ношения масок и соблюдения дистанции. Если сравнить ситуацию с предыдущим годом, то была проделана огромная работа. Год назад было принято решение развернуть на базе университетской клиники временный инфекционный госпиталь. Сложная была работа, потому что все уже к этому моменту понимали, тоже был рост заболеваемости, рост тяжелых пациентов, а значит, необходимость кислородной поддержки. Это потребовало внести коррективы в оснащение здания. Тут, конечно, большая помощь университета, Ильша Травкача лично, участие в Министерстве здравоохранения, которое нам тоже передало и аппараты ИВЛ. Университетом были закуплены газификаторы. То есть технически очень сложная и дорогая работа была проведена, чтобы обеспечить здание бесперебойно кислородом. Тем не менее, ситуация с ковидом остается напряженной. И, как сообщила главный санитарный врач России Анна Попова, за неделю заболеваемость по стране выросла на 14%. Также она напомнила о массовых мероприятиях. По массовым мероприятиям они остановлены во всей стране, проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпид-процесса. Полный выпуск программы «Смотрите, кто пришел» с Эмой Мухамедшиной смотрите на нашем телеканале. Напомним, что ежегодно в первый понедельник октября отмечают Международный день врача. Поздравим их и скажем спасибо за труд и терпение. Елизавета Никитина, Универньюс.